друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном лайфстайл канале сладкий персик не забудьте подписаться скажите что вы обычно делаете с чесночными стрелками выбрасываете а сегодня я покажу как можно заготовить их на зиму и это получается очень вкусно нам понадобится свежие чесночные стрелки немного растительного масла у меня было оливковое и немного соли кстати раньше я заготавливала чесночные стрелки немного другим способом просто перемалывала их в блендере и отправляла в морозилку но вы посоветовали добавлять соли масла и мне так понравилось намного больше спасибо всем огромное кто давал советы в прошлом году и так чесночные стрелки нужно помыть и нарезать на произвольные кусочки верхнюю часть стрелок нужно обязательно срезать она жесткой и она нам не пригодится стрелочки можно мыть до нарезки или после я обычно мою после потому что мне так удобнее кстати аромат на кухне стоит очень чесночные и просто невероятный дальше складываем нарезанные стрелки в блендер можно сложить какую-то глубокую емкость и пробить погружным блендером но у меня вот такой вот блендер измельчитель я им пользуюсь уже второй год и так складываем стрелки в блендер туда же сразу добавляем немного соли и растительное масло у меня масло было оливковое закрываем блендер крышкой и измельчаем все это дело на максимальной мощности примерно секунд 30-40 у нас должна получиться красивая чесночная паста ну а дальше проделываем все то же самое с оставшимися стрелками стрелки измельчились в пюре и в блендере освободилось место поэтому я положила новую партию прямо поверх предыдущий можно эти заготовки делать по очереди здесь как вам удобнее и какого размера у вас блендер посмотрите какая изумрудной яркой красивая красота у нас получается теперь берем формы для льда самые обычные подойдут пластиковые или силиконовые и раскладываем в них нашу заготовку с помощью чайной ложки можно делать не только формах для льда но и взять обычный пластиковый контейнер или сделать и формах и в контейнере использовать то что вам будет удобнее в конкретном случае ну а дальше убираем чесночные стрелки в морозилку и замораживаем достаем по мере необходимости как их использовать их можно добавлять в супы в окрошку салаты в какие-то горячие блюда а мой дедушка просто их размораживает и мажет на хлеб и это невероятно вкусно напишите пожалуйста в комментариях а что вы делаете с чесночными стрелками если вы их не выбрасываете не забудьте поставить лайк этому рецепту и подписаться на мой канал